Литургия 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 Русская поозерия, старожитная, овеянная легендами земля Брасловщая. Полночные ворота нашей державы. Тут переплялись исторические леса, культуры и традиции разных народов. Белорусы, поляков, русских, евреев, татар. На этой земле, когда селились ладгалы и кривичи, история покинула на Браславе шматлики и отметины. Но вот, когда, например, окинуть в окон брасловские просторы с высшими птушинами и полетами, сразу захопляя прихожусь сеневые тысячи озеров и монументальных культовых строений. У новокольных районов их больше за двадцать. Готика и классицизм, неоромантизм и модерн, разностаенность форм и стилей делают их саправдными архитектурными шедеврами. Зерните на карту Брасловщего. Видите, знаковые культовые объекты утворяют на ее и свое особливое коло, которое у туристических доведников носит назву – храмовое коло Браславского поозерия. Бог народжается в сердце человека, но этому Богу нужно жить, кроме сердца. Видите, святыня, где мы сейчас находимся, иными словами называются Домом Божиим. Не просто так. Потому что у каждой святыни, где она не находилась, в всяком месте не была, живет Бог. Тут человек с этим Богом состракается. Костел святого Станислава увезся далекие. Старый шипомник драулянного дойлицтва Брасловщины. Храм захопляет пригожость архитектурной композиции и частенью линий. На чистом снежном фоне вылучается постать церквы-покрова Пресвятой Богородицы в везце Богина. Она является помником архитектуры ретроспективно русского стиля. В центре везки и казнь – церква святителя Миколая Цудотворцы. Она была узведена в 1905 году, по загаду императора Миколая II, на сродке державной казны – помник архитектуры всевдорусского стиля. А на супрыц церквы – знакомитый костел Божьего тела, який подобный насторожитный замок, его архитектурный стиль – неоготика. Храмовое коло Брасловщины приведе у друю, якая славится волунами, помниками эпиграфики 11-го года. Друя цикава своей историей. 1609 год. Тут починается будовничество костела Святой Троицы на сродке знакомитого канцлера великого князства литовского Льва Собей. На березе заходней Дзвины – Благовещенская церква, помник дойлитства 18-19 ст. У часы боротьбы с религией яна была амаль разбурана. Сегодня этот помник архитектуры набывает новое житцо. История костела святых апостолов Петра и Паула у везца Дресвяты починается с 1514 года. Почас Першой Сусветной войны храм был полностью зруйнованный. И только в 1929 году он набывает новое житцо. Это помник драуляной архитектуры стилю модерны. Шедевр белорусского дойлитства в Дресвятах – церква святых апостолов Петра и Паула. В ее мастатском обрамлении видны декоративные элементы старожитной русской архитектуры. Мясо Петра и Петра Мясо Петра Наявность такой колькости храмов розных религийных конфессий на невеликой территории свечет об особливой культурно-этничной разностайности региона. По вагам особого насельництва до розных религийных поглядов изъявляется основой мирного шмат-векового суседства. И шел час, менялась и улада, а вера и мот с духа народа заставались они похистными. И сенне приходжане литерально по цаглинах обновляют разбуранные не только войнами храмы. Самое высокое культовое сбудование на Беларуси – костел Святой Троицы в городском поселку Видзе. Вышенья шпилев якого – амаль шестьдесят метров. У стенах его замурованы решетки снорадов, напомин про Першую Сусветную войну. Головное упрыгоживание костела – чудовные витражи, что надают ему величность и таямничесть. Свято-Успенская церква в Видзах помнит архитектуру в стиле модерн. У нее находится уникальная икона святого Миколы Цудотворца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok